КПРФ, скажем так, с волшебной палочкой при его появлении, сразу все завертелось. Я узнал причину и основание содержания. Взяли с меня объяснение, составили протокол доставления и выдали протокол о изъятии у меня телефонов. На мой вопрос, почему только у меня вы изымали мобильные средства связи, они думали, что вы будете производить видеосъемку. Ну, наверное, не знаю, почему других не занимает. Ну ладно, спасибо за душевные отношения. Вам свободы очень любят. Ура, свободу! Владимир, здесь вот пока Денис Парфенов, депутат и практика ПРФ, может, я думаю, обязательно помочь в вашей ситуации разобраться. Я думаю, было бы правильно, если бы договорились, как документы передать соответствующие, чтобы можно было сделать запросы, обращения в соответствующие инстанции. Ну, в общем-то, да, друзья, потому что, если до сих пор, скажем так, только поверхностно удавалось, только подкоснуться к ситуации, вот сейчас соприкоснулись лично, есть теперь четкое понимание, что, конечно, несправедливость запрещена, вот так и не свое, надо поддержать. Понятное дело, что всех проблем, наверное, даже депутатскому запросу не решить, это очевидно. Да, но тем не менее, это будет такая гирька на ваших шаших весов. Будем надеяться, может быть, как раз она окажется, кто-то так что в перевесе. Да, поэтому сегодня сделали маленькое дело, завтра постараемся сделать поправку. 22 года просидел под землей на кнопке ракетных войска. Да не, ну что вы, ракетные войска, слушайте, ну, безосякого преувеличения, только благодаря тому, что у России есть ядерное оружие, мы пока еще с вами все живы. Вот, если бы не было, разорвали бы уже давно, по-прежнему, чем Югославию, здесь никаких сомнений нет. Поэтому военнослужащим, я считаю, должно быть, это начало чувство. И если не проявило его в соответствующем ведомстве, значит, надо поправить. Вот, поэтому, ну, давайте вот в этом отношении поработаем. Вам всем спасибо за поддержку, за мораль, и я вижу, что много неравнодушных людей. Вот, будем помогать.